Интервью с двумя игроками команды Staration, Азизом Рашудли и Романом Аркадашвили, двумя свежими кавалерами Ордена Савы. Во-первых, поздравляю вас с яркой игрой и с победой. Спасибо. Скажите, вы были приглашены в команду Staration по итогам анбора. И на ваш взгляд, насколько вам удалось влиться в ее состав, Азиз? Ну, я не знаю, как бы, что думают другие. Я буду говорить за себя. Мне очень понравилась атмосфера команды. И я думаю, она даже была видна со стороны зрителям. И вот даже после первой нашей игры на страничке в социальных сетях, на форуме Disput As, многие зрители как бы говорили, что им понравилась именно атмосфера игры. И эта атмосфера, она чувствовалась изнутри даже сильнее, чем при взгляде как бы с экрана. Поэтому мне показалось, что команда получилась, именно командно. Роман? Я считаю, что команда более чем получилась. Хотя бы результат говорит об этом. Мне понравилось то, что старейшины, несмотря на свой опыт, свою многолетнюю игровую практику, достаточно легко и доброжелательно приняли нас с Азизом в команду. И мы, я считаю, что мы хорошо влились в нее. По итогам финальной игры пятилетия так и не был вручен Орденградсмейстера. Скажите, кого вы считали главным претендентом на получение этого? Кто ваш кандидат, Роман? Ну, если бы мне задали такой вопрос, я бы сказал, что, наверное, это все-таки Хафиз Гаибов. Потому что я считаю, что такое звание должен получить человек не только за свои какие-то игровые качества, но и за вот тот вклад, что он вносит в игру. Я очень уважаю Хафиз. Я уважаю, конечно, всех знатоков, но Хафиза особенно за его личностные качества. И я считаю, что он достоин этого звания. Мне кажется, особенно после финальной игры, когда было высказано несколько очень разных, по сути, аргументаций для того, чтобы выбрать Орденградсмейстера. И вообще само понятие Орденградсмейстера означает, оно очень широкое понятие. Орденградсмейстер может включать в себя и человека, который действительно много вложил в игру и который очень много сделал для игры не только за игровым столом, но и вне игры. Тогда, конечно, Рофф Шан был бы лучшим кандидатом. Но можно использовать другую аргументацию тогда и Анар Кулиев, который блестяще играет, может быть, грасмейстером именно в смысле игрока высочайшего класса топ-уровня. И Хафиз Гаипов, который стоял тоже у истоков движения в Азербайджане. То есть выбор очень сложный, я не знаю. Я даже где-то рад, что на мне не лежит ответственность и груз, как бы решение, которое я должен был бы принимать. Вообще, я считаю, что господин Тахранзе-Родитель сказал такую фразу, что, к сожалению, мы не смогли найти, выбрать одного лучшего. Я считаю, что это к счастью, потому что иметь очень много таких кандидатов в клубе, это плюс только для клуба. Потому что это не говорит о том, что в клубе не находятся достаточно достойные кандидатов. Но это говорит о том, что их достаточно много и просто трудно сделать свой выбор. Скажите, а какой вопрос вам запомнился больше всего? Если мы говорим о вопросе, только что прошедшей игры, финальной игры, то мне больше всего понравился вопрос от Мамедель Гулиева, кажется. Вопрос про кормушку для чаек. Как раз в это время я тоже провел аналогию, естественно, после оглашения правильного ответа. Павлов был примерно в это время, начал свои эксперименты. Роман, скажите, вот вы, камера очень хорошо показала тот момент, когда вы догадались, что это было для привлечения чаек. А на каком слове ответа ведущего вы поняли, что это так? К сожалению, или к счастью, я не знаю, я не могу выключить мозг. Я начал просто прокручивать заново все ключевые моменты вопроса. И вдруг вспомнил, что ведущий попросил зарисовать это и даже спросил, на что это похоже. В этой игре каждое слово имеет ключевое значение. И действительно, это труба, торчащая посреди океана, действительно, похожа на перископ подводной лодки. И дальше все просто как конструктор стоит на свои места. Азиз, а какой вопрос вам запомнился больше всего? На самом деле, я, как бы, достаточно часто бываю не согласен с мнением представителей телезрителей в определении лучшего вопроса. Но в случае я согласен и с представителями телезрителей, и с Ромой сейчас. Это, на самом деле, был вопрос про чаек. Он именно такой классический, такой, да, хард, что, где, когда, да, когда нужна и логика, и где-то интуиция, и, может быть, какие-то знания. То есть этот вопрос, на этот вопрос можно ответить абсолютно разными способами, но как бы ты на него не отвечал, он все равно, как бы, когда отвечаешь, когда до себя доходит, то есть любой признак любого хорошего вопроса, когда ты понимаешь правильный ответ, ты делаешь как бы вот так, да, как хорошо, да, я вот это знал, как я не мог догадаться раньше. То есть это однозначно признак очень хорошего вопроса, и этот вопрос был именно таким. Ваша команда получилась два совершенно разных отрезка в данной игре. Первый, когда вы одержали победу в пяти раундах подряд, и второй, когда вы позволили телезрителям одержать победу в четырех раундах. Скажите, что происходило в игре вашей команды? Я не думаю, что проходило что-то катастрофическое или что-то ужасное. На самом деле просто были, пошли вопросы несколько сложнее, чем были, чем первые пять. Ну, на самом деле все хорошо, что хорошо кончается. Как вы считаете здесь? Ну, на самом деле, как бы, мы четко понимали при счете 5-0, что игра заканчивается при счете только 6-0 или любая там цифра у телезрителей, поэтому мы не то чтобы расслабились, просто на самом деле все четыре вопроса, которые мы проиграли, мы чуть-чуть не дотянули где-то, не дообсудили, что-то не досказали. Могли бы выиграть и 6-0, но получилось так, как получилось, и получилось не худшим образом явно, я думаю. Большое вам спасибо за интересное интервью, за содержательные ответы. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Спасибо вас также.